Это видео, откровенно говоря, должно было стать обзором моих текущих фаворитов косметики, но потом я подсмотрела просто, как мне показалось, гениальную идею блогера Джейми Пейдж. Она подняла свое старое видео с фаворитами, сделала ими макияж, и потом прокомментировала, насколько они соответствуют стандарту ее текущих фаворитов. А сегодня я хочу пуститься в воспоминания немного. И, вы знаете, свои старые видео я, с одной стороны, не могу смотреть немного не поморщившись, потому что реально видно каждый раз, когда я включаю какие-то старые видео, реально видно прогресс, через который я прошла и в плане подачи, и в плане качества видео, качества монтажа и так далее. Но, с другой стороны, это чертовски приятно понимать, что твой канал развивается, и то, что было даже год назад, я уже молчу про то, что было 7 лет назад, мы в эти дебри даже пускаться не будем. И я уверена, что я на этом не буду останавливаться, потому что я уверена, что даже сегодняшнее видео, когда мне все нравится, я, наверное, через год его посмотрю и подумаю, боже, какой это был вообще кошмар. Ну, а если вы на моем канале сегодня впервые, обязательно подписывайтесь, это можно сделать, нажав на кнопку подписаться вот там вот внизу, и сразу нажимайте рядом колокольчик, тогда YouTube сразу вас будет предупреждать, как только выйдет мое новое видео. Поэтому обязательно это сейчас сделайте, и давайте приступать. Первое, с чего я начинаю макияж, это база под тени. В том видео я рекомендовала Maybelline Color Tattoo, и, в принципе, я до сих пор считаю эту базу очень классной, но у меня ее нет, она у меня закончилась, поэтому я сейчас пользуюсь, грубо говоря, аналогом этой базы. Это Diapro Stick Makeup в 21-м оттенке. По сути, я поняла, что все кремовые тени, которые обладают нормальной стойкостью, они все взаимозаменяемые, поэтому нет смысла гоняться за какой-то конкретный. Что касается пудры, то здесь я называла своим фаворитом пудру от KM Cosmetics. Это пудра финишная сатиновая. Сейчас я ее полностью заменила на другой фаворит, это пудра от Pixi, Flawless Finish Powder. Я бы сказала, что эта пудра даже подойдет для сухой кожи, для тех людей, кто ненавидит пудру. Но сегодня я буду наносить KM Cosmetics, и буду закреплять базу, которую я нанесла. Что касается теней, то здесь я была немножко удивлена, потому что за год вообще ничего не поменялось. Что я любила, то, в принципе, я и продолжаю любить. В первую очередь я показывала свою одну тогда наборную палетку теней от Colourpop. Сейчас я их разделила на две. Одна у меня матовая, вторая металлическая. И также я показывала палетку от Morphe и Jaclyn Hill. Это первая палетка, которая вышла. Единственное, что у меня поменялось в плане ротации теней, это палетку я добавила еще от KKW и Mario. Я периодически ею пользуюсь, потому что мне тоже очень нравится эта палетка. Здесь все такие, в принципе, ходовые оттенки. Также у меня лежит вот здесь вот сверху на моем косметическом столике палетка от Makeup Revolution. Очень классная палетка, реально очень крутая, очень хорошего качества. Также у меня здесь лежит вот эта малютка от Colourpop Makeup Your Mind, потому что здесь просто нереальные металлики. Это ни с чем не сравнимые оттенки, которые делают именно такой акцент на глазах. То есть, если мне нужно что-то такое акцентное, то я всегда к ней обращаюсь. И последняя это Viseart Petit Pro палетка. И опять-таки только исключительно из-за самого темного оттенка, потому что он здесь шикарный. Он не теплый, не холодный, он такой именно нейтральный. И он очень сильное затемнение делает. И так как по теням не особо вам ничего нового рассказать, хочу вам рассказать об ивенте, на котором мы с Никитой были. Это был ивент от Ariflame. Ну, вы наверняка знакомы с этой системой уровней в сетевом маркетинге. То есть, ты начинаешь с самых низов, а потом ты можешь стать там серебряным, бронзовым, золотым, платиновым, бриллиантовым и так далее. Ну и весь этот ивент, в принципе, был приурочен к тому, чтобы поздравить тех, кто перешел на новый уровень. Будь то золотой, платиновый, рубиновый и так далее. Это был мой, кстати, первый ивент Ariflame. И я когда туда шла, я не знала, чего ожидать. Но я даже и близко не могла представить, насколько масштабным он будет. Реально, это, наверное, один из самых крутых ивентов. Да, наверное, вообще самый крутой ивент, на котором я только была, в принципе. У меня было такое впечатление, что я как минимум на самой крутой вечеринке года. Я, кстати, немножко на эту тему снимала сториз, поэтому кто успел, тот посмотрел. А вообще, я еще тоже снимала все эти ивенты на камеру. И вот пока я тушу здесь тени, и, в принципе, ничего интересного не происходит, я вам хочу показать несколько вырезок из этих двух дней, потому что это реально были очень крутые дни. И я надеюсь, что вам будет тоже интересно это посмотреть. Но, по крайней мере, я думаю, это будет интереснее, чем вот это вот действие на протяжении, там, последующих пары минут. Ивент от Ariflame был разделен на два дня. В первый день это был банкет, а также участвование работников фирмы. И это было масштабно. Смотрите сами. Ивент от Ariflame был разделен на два дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Второй день ивента проходил в одном из самых известных ночных клубов Одессы, в этот день я почувствовала себя частью праздника, который, казалось, никогда не закончится. Добрый вечер всем! Добрый вечер! Ну что вы готовы? Все, кто знает, если подбивают тропку вместе со мной субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, вам понравилась эта небольшая вставка с закулисьем на ивентах и, конечно же, спасибо Арифлейм за приглашение. Ребята, приезжайте в Одессу почаще. В качестве консилера у меня, наверное, был в фаворитах тот, который был в фаворитах еще и у остального всего YouTube, по крайней мере американского так точно, и я сейчас говорю о Tarte Shape Tape. Я поняла, что он мне слишком сильно пересушивает зону под глазами, хотя покрытие у него реально очень крутое. На данный момент я могу сказать, что его аналогом является тот же Catrice Camouflage. Если хотите сэкономить немножко денег, можете на Catrice Camouflage обратить свое внимание. И сейчас я пользуюсь консилером от Maybelline, который называется Instant Anti-Age Eraser и оттенок у меня 05 Brightener. Вот этот консилер, наверное, в последнее время мне нравится больше всего, потому что, хотя он может под конец дня выглядеть немного сухо в зоне под глазами, но вот именно в течение дня у меня к нему каких-то особых претензий нет. Ни одной из тех тушей, которые я назвала своими фаворитами у меня сейчас нет, но я воспользуюсь своей текущей, самой любимой тушью. Это тушь от L'Oreal, False Lash X Fiber она называется. Это единственная тушь, которая реально делает мои ресницы заметными. Все остальные просто как бы прокрашивают и все равно эти ресницы, они остаются вот такими, знаете, горизонтальными. Вот эта же тушь может их немножко приподнять и сделать более пушистыми. Здесь с одной стороны обычная формула туши, обычная щеточка, а с другой стороны, как шаг два, здесь тушь с ворсом. И именно вот эта часть очень сильно добавляет именно вот эту пушистость ресницам. В качестве тона моим безоговорочным фаворитом была тональная основа от Giorgio Armani Luminous Silk. Но все-таки, если вы здесь не впервые, вы знаете, что мое сердце сейчас заняла другая тональная основа. У нас с ней очень серьезные доверительные отношения. И я сейчас говорю о тональной основе от YSL, Tushikla All-in-One Glow. Ну, это просто потрясающая тональная основа. И каждый раз, когда я ее наношу, даже если я что-то другое наношу, потом возвращаясь к ней, как только я возвращаюсь к ней, сразу куча комментариев под видео, что у тебя на лице какая-то тональная основа. Но сегодня я возьму Armani. Честно говоря, давненько я ей не пользовалась. Очень интересно сравнить вот прям на свежую память. Хоть это и красиво выглядит на лице, но я ее все равно намного больше вижу у себя сверху на лице, нежели YSL. YSL, она вообще какая-то просто уникальная. Armani на тот момент была очень крутая, но сейчас, мне кажется, YSL гораздо круче формулу сделали. Что касается хайлайтера, то год назад я была просто влюблена в палетку от Colourpop. Это коллаборация Sony Yesemann. Уже купить ее, к сожалению, нельзя. И оба эти продукта в формуле Super Shock. Это такая гелево-кремовая формула, то есть это не сухой продукт. И я помню, что он в первую очередь мне нравился тем, что на тот момент из вот таких вот кремовых или жидких продуктов он реально выглядел наиболее правдоподобно на лице, то есть он втушевывался очень правдоподобно в кожу. Сейчас моим просто безоговорочным фаворитом является жидкий хайлайтер от L'Oreal Glow Mon Amour. Обожаю просто этот хайлайтер. И еще у L'Oreal вот буквально вот сейчас выходят два новых оттенка в этой формуле. Один такой светло-розовый, а второй более насыщенный ягодно-розовый. Тоже очень интересно мне их попробовать. Что касается бронзера, то у меня абсолютным фаворитом в прошлом году была палетка от GOSH. Она называется Contour and Stroke Kit. Оттенок 001 Light. Я до сих пор очень люблю эту палетку, в особенности вот этот бронзер, который с этой стороны находится. Но в последнее время я заметила, что на камере конкретно вот этот бронзер выглядит немножко более рыжим, чем мне бы нравилось. В то время как сейчас моим абсолютным фаворитом является палетка от Makeup Revolution Renaissance Glow. Я просто обожаю вот этот вот продукт. И он выглядит круто как на камере, так и вживую. Но это что-то среднее между корректором и бронзером. Что касается бровей, то здесь можно сказать, что у меня и поменялся, и не поменялся фаворит одновременно, потому что я все равно осталась верна той же марке. Я имею в виду карандаши от Colourpop. Но год назад я использовала карандаши из линейки Precision Brow, потому что вот этих карандашей из линейки Brow Boss еще просто, по-моему, не существовало. Это более новая линейка. И сейчас они Precision Brow, вот буквально недавно стало это известно, переделали формулу и сделали эти карандаши водостойкими. Я еще именно новую формулу не пробовала, но главное отличие было этих карандашей в том, что вот этот более сухой. То есть когда вот этим делаешь линию, она такая сухая и тонкая. А когда ты тем делал линию, то она такая более жирная и восковая получалась. Единственное, что изменилось, это то, что я сейчас дополняю карандаш Colourpop еще и карандашом от Vivienne Sabo Brow Arcade, только потому что это два разных подтона. Карандаш от Colourpop, это оттенок, кстати, Dark Brown, он более холодный или такой нейтрально холодный, скажем так. А Vivienne Sabo третий номер, он такой вот немножко более теплый. В прошлом году в своих фаворитах я назвала достаточно большой список помад, там были как розовые, так и нюдовые, так и красные, бордовые оттенки. Но, конечно, мое сердце больше всего принадлежит именно нюдовым оттенкам, чаще всего я их и использую. И все нюдовые помады, которые я назвала год назад, я до сих пор очень люблю, ну как обычно все и говорят, у меня 50 оттенков нюда, но они все разные. Что касается моих новых фаворитов, то я вам сейчас назову три формулы, которые меня реально впечатлили. Первая это NYX Sleep Tees и у меня это оттенок I woke up like this. Очень приятная формула помады, она очень тоненькая и такая как будто масляная и в то же время не сушит губы, очень мне понравилась эта помада. Еще тоже феноменальная просто формула помад у Golden Rose Long Stay, у меня есть несколько оттенков, нюдовый из них это 13 номер, потрясающая просто тоже помада, очень стойкая, очень комфортная. И также я обожаю помады от Dini, которая называется Extreme Plumper. Это та помада, которую нужно использовать, когда у тебя губы просто в ужасном состоянии, но тебе нужны именно матовые губы. Обычно матовые губы требуют подготовки, чтобы не было никаких ни шелушений, ни трещинок, ничего такого. Вот эта помада по своей текстуре более муссовая, поэтому она как будто все заполняет, все неровности, все шероховатости и губы становятся намного более ухоженными на вид, независимо от того, какие они были до нанесения помады. И среди всех помад, которые я только что перечислила, для губ сегодня я выбрала помаду от Rimmel в оттенке Rock'n'Roll Nude. Ну вот и все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх. Если вы до сих пор еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, это можно сделать вот здесь вот. И если вы еще от меня не устали и хотели бы посмотреть какое-то мое другое видео, вот здесь я вам оставлю два варианта. А если вы уже эти видео смотрели, то мы с вами увидимся через несколько дней в моем новом видео. Продолжение следует... Продолжение следует...